Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я отвечу на самые распространенные и важные вопросы, которые возникают в связи с прямыми трансляциями. Но прежде чем я начну, я расскажу, как я использую прямые эфиры. В первую очередь, прямые эфиры экономят мне время. Вот для того, чтобы снять это видео, я выбрал место, поставил штатив, поставил телефон, подключил петличку, сниму несколько дублей, это уже третий. Затем я выберу самые лучшие фрагменты, возможно, смонтирую их, хотя мне не хотелось бы тратить на это время. Затем я залью это видео в YouTube или в Facebook, и на это тоже уйдет какое-то время. В противовес этому процессу, прямые трансляции помогают сделать все в один клик. Вы выходите в эфир на своей странице, делитесь полезной информацией, заканчиваете трансляцию, и потом делитесь этой трансляцией в соцсетях, там, где вам удобно. Это экономит много времени. И пока вы дальше занимаетесь своими делами, видео трансляция продолжает собирать просмотры, продолжает собирать и привлекать аудиторию, потому что это самый эффективный способ контента. Facebook, допустим, в приоритете показывает прямые трансляции. И в этом мы убеждаемся каждый раз. Но теперь давайте перейдем к самым частым вопросам, которые задают участники игры перед тем, как начать. Здравствуйте, я занимаюсь инвестициями в недвижимость. Мои клиенты успешные и занятые люди, и они вряд ли будут смотреть мои трансляции. Как я могу использовать навык, полученный в игре? Ну, во-первых, можно создать закрытый клуб для инвесторов, где вы введете традицию. И скажете, я буду выходить в прямой эфир и рассказывать вам о новостях или изменениях, которые происходят сейчас на рынке. Для того, чтобы вас держать в курсе. Таким образом, вы можете позаботиться о вашей аудитории. Я уверен, что многие найдут время посмотреть короткий эфир, где вы делитесь важной полезной информацией. Кроме этого, вы можете сказать, что этот эфир будет выходить в конкретное время. И тогда им будет проще ориентироваться и запланировать, выбрать время для вашего эфира, чтобы они могли задавать вопросы. Таким образом, вы можете отвечать на вопросы, как это делаю я сейчас. Кроме этого, вы можете проводить обучающие эфиры. Потому что инвестиции – это та сфера, куда каждый раз приходят новые участники. И для того, чтобы их ввести в курс дела и каждый раз не тратить время, вы можете провести одну обучающую трансляцию. И затем просто давать ссылку на эту трансляцию. Они посмотрели, потом у них возникают вопросы, они посмотрели трансляцию, где вы поделились ответами на вопросы. И у них уже более полная картина. Они ответили для себя, надо им это или нет, или как это они могут использовать. Написали вам, и дальше вы работаете. То есть обучение, проведение прямых эфиров регулярных, где вы рассказываете об изменениях или новостях в вашей среде, забота о вашей аудитории – это то, где вы можете использовать ваши эфиры. Если это будет происходить в закрытой группе, то, пожалуйста, это можно делать. Кроме этого, можно трансляцию рассылать. Вот вы ведете эфир, а в этот момент ваш ассистент отправляет эту трансляцию в сообщении вашим клиентам. Тем, которые не хотят появляться даже в закрытых группах, но хотят получать важную информацию. И они в реальном времени могут подключиться к трансляции и посмотреть ее. Если они не будут на нее реагировать никак, не оставлять комментарии или лайки, то никто и не узнает, что они смотрели этот эфир. Следующий вопрос. Я не планирую проводить эфиры и становиться блогером. Я коуч, я тренирую богатых людей, помогая им достигать успеха. Зачем мне эфиры? В первую очередь, я уже об этом говорил, информирование людей. Коротко, лаконично о новостях или событиях. Или давать какие-то лайфхаки. Мотивировать аудиторию для того, чтобы они продолжали работать над собой. Также можно и обучать вашу аудиторию. Помогать им находить ответы на важные вопросы. Или их вводить в курс дела. Это та сфера, которая используема для любой сферы деятельности. Вот, пожалуйста, берете и помогаете. В любом случае, сегодня люди воспринимают визуальный контент. Интересно посмотреть видео, не читая. Вот, сошли в YouTube, посмотрели, нашли ответ, все, вышли. Вы можете публиковать свои трансляции, затем и в YouTube, и потом выращивать свою аудиторию. Таким образом, находить новых подписчиков или новых клиентов. У меня небольшая пекарня по выпечке авторского хлеба. Как я могу использовать эфиры в своем деле? Ну, безусловно, если у вас авторский хлеб, наверняка он какой-то уникальный. То есть, есть технология, которая позволяет человеку или получать уникальный вкус, или же получать пользу. Потому что мы знаем, что дрожжевой хлеб не совсем полезен. И чаще всего используют авторские хлеба для того, чтобы можно было потреблять хлеб. Но в то же самое время он без дрожжей, он на закваске, он более полезный. И его можно употреблять в любых количествах. Об этом можно говорить, об этом можно делиться. Рассказывать о новых рецептах, об истории возникновения рецепта. Поделиться технологией, показать, как это можно сделать в домашних условиях. Вы можете мне возразить и сказать, что ну как же, если я покажу технологию, он сделает это сам. Нет, друзья, мы любим экономить свое время. И лучше мы будем тратить его на что-то интересное, чем 3 часа месить ваше тесто или свое тесто, потом ждать, пока оно поднимется, потом его испекать. Это время. Человеку проще заплатить 20, 30, 40, 50 кривен и получить этот хлеб готовый. Поэтому нет, конечно же, этим не будут заниматься. Поэтому можете смело рассказывать, как вы это делаете. Как вы вымешиваете тесто, какие ингредиенты, почему они важны. Делать это в прямом эфире, чтобы аудитория смотрела. А да, я хочу этот продукт, я вижу автора этого изделия, я доверяю ему, я вижу, как он это делает. Я хочу этот продукт себе. Кроме этого, вы можете и обучать их. Делиться полезной информацией про здоровое питание, здоровый образ жизни. Это тоже повышает лояльность вашего клиента к вам. Я тренер по фитнесу. Я думаю, что часовые тренировки смотреть никто не будет. Как мне быть с эфирами? Ну, безусловно, в первую очередь выходить в эфиры перед тренировкой, показывать какие-то разминки, упражнения, элементы разминки, для того, чтобы ваша аудитория могла избежать травм во время тренировки. Потому что правильно тренироваться могут немногие. Для этого и нужен тренер. Важные советы. Здоровье и питание. Вот забота о здоровье, о питании. Можете рассказывать об опыте ваших клиентов, об их пути, как они приходили и трансформировались в процессе тренировок. Об этом тоже можно говорить. Можно показывать простые упражнения для работы дома или на работе, в прямом эфире. Говорить, что давайте сделаем такой челлендж. Это тоже, кстати, классная вещь. Если вы работаете, у вас немного времени, я буду выходить в эфир по 5 минут. Каждый день вы вместе со мной будете делать эти упражнения, неважно, где вы находитесь, на работе, дома, в офисе, по пути на работу. Вы просто сделали это упражнение вместе со мной, какую-то микроскопическую гимнастику, и вы уже в тонусе, вы уже привели организм в надлежащий вид. Таким образом, вы можете заявлять о челлендже, или многие говорят еще на языке блогеров, зарубы такие бывают. Давайте вместе делать это месяц, и, пожалуйста, ваша аудитория всегда будет с вами, она будет к вам лояльна, будет доверять вам, и когда вы предложите дальше перейти на следующий уровень, прийти лично познакомиться, или сделать какую-то групповую тренировку, большую онлайн-тренировку, это будет круто. Это расположение аудитории к вам, это здорово. Марафоны можно проводить, это тоже хороший способ, благодаря которому ваша аудитория в любом конце мира может быть вместе с вами. Ну а дальше, как использовать аудиторию, вы наверняка знаете. Я финансовый консультант, и, как говорит мой наставник, деньги любят тишину. Что мне делать? Безусловно, информировать об изменении в законодательстве, или об изменении на рынке. Многие бухгалтеры постоянно ищут полезную информацию, актуальную, которая происходит здесь и сейчас. Если вы владеете этой информацией, необходимо ей делиться. Не говорите о деньгах, говорите о технологии. Рассказывайте о новостях, о том, какие инструменты сегодня существуют в мире управления финансами. Или предупреждайте об опасности вашей аудитории. Неграмотность в финансовом секторе может повлечь за собой необратимые последствия. Если вы расскажете людям о том, как правильно распоряжаться финансами, они будут вам благодарны. И смотрите, мы же не делаем это для того, чтобы получить выгоду здесь и сейчас. Многие почему-то думают, что я хочу пройти тренинг и тут же получить результат. Нет. Подумайте на перспективу. Что вы можете сделать, чтобы потом у вас что-то появилось. Прямые трансляции постоянно предлагают вам новые возможности. Это новые знакомства, новая аудитория, расширение границ влияния. Какой-то эксперт или специалист может увидеть вас. Он скажет, мне нравится то, что говорит этот человек. Я хочу его к себе в команду, в компанию. Я хочу быть с ним партнером. Это новые возможности. Если вы об этом не говорите, если вы не используете эти возможности, как они узнают о вас? Как люди узнают о вас и как появятся эти возможности? Вы работаете на перспективу в любом случае. И поэтому прямые трансляции важны. Я работаю в компании, с которой у меня договор, что я не могу размещать на своей странице в социальных сетях информацию, не связанную с деятельностью компании. Как мне быть? Друзья, все гораздо проще, чем вы думаете. Да, есть ваша личная и персональная страница, где вы не имеете права говорить ни о чем любом, кроме вашей компании, если у вас такой договор. Такие случаи бывают. Но вам никто не запрещает заниматься хобби. Вам же не скажет руководитель компании, если вам нравится выращивать экзотические растения дома, цветы, не занимайся этим. Нет, это ваше время, личное время, которое вы вольны проводить как угодно. И здесь возникает вопрос, а как об этом рассказывать? Вы создаете страницу в Фейсбуке или свой новый аккаунт в Инстаграм, где вы делитесь этим хобби. Точно так же и вы, если у вас есть какие-то знания, которыми вы хотите поделиться, вы можете создать страницу или группу и собирать аудиторию там, которая не имеет никакого отношения к вашей личной странице, не имеет никакого отношения к вашей деятельности в этой компании, если вы там маркетолог, допустим. Нет, вы занимаетесь каким-то своим собственным проектом для удовольствия, для развития. Когда мы запускали эфиры в проекте IT-радио, один из потенциальных дикторов, ведущих говорил, как мне быть, я работаю тестировщиком в компании, и меня, наверное, не будут отпускать на эфиры. Нет, нет, нет. Мы предложили ему сделать следующее, прийти и сказать в компанию, я работаю тестировщиком в эфире, то есть я ведущий, веду эту тему, ко мне приходят разные эксперты, они делятся со мной своим опытом. Это повышает мой навык, развивает мой уровень. И таким образом руководители компании с удовольствием согласились, что он будет два раза в неделю приходить и вести эфиры. Потому что они понимают, что таким образом они инвестируют в его развитие. И этот опыт и навыки он может применять и в их компании. Поэтому при моей трансляции, когда вы говорите, я блогер в такой-то тематике, у меня свой собственный канал, или у меня своя собственная страница, я веду прямой эфир на эту тематику, опытный HR скажет, что это хорошо, это классно, он развивается, ему это интересно. Да, они имеют риск, если вы станете очень успешным блогером, или у вас страница будет очень классная, и вас кто-то переманит. Риск есть, но он есть всегда. Но вам это хорошо, правильно? Итак, возможно, у вас есть свои вопросы. Вы не знаете технические моменты. Мы обязательно о них поговорим. В процессе игры будет время на подготовку, где будут подробные, коротенькие инструкции и тестовые задания, благодаря которым вы настроите свои трансляции, настроитесь сами, и уже приступите к игре, к выполнению заданий не как с корабля на бал, а немножечко подготовленными. Поэтому обязательно задавайте вопросы, если они возникают, пишите комментарии под этим видео, или пишите мне лично, меня зовут Артем Пономаренко. И мы с вами обязательно скоро увидимся. Я желаю вам побольше возможностей в вашей жизни, безусловно, не робить и использовать все, что есть вокруг. Для того, чтобы вы развивались и стремились к своим целям. На этом все, увидимся в следующем видео. Пока!